К другим темам история, о которой мы рассказывали в прошлом году, получила продолжение. А все потому, что Департамент образования администрации Омска не согласен с решением Центрального суда. Там постановили, мэрия должна выплатить амичке Марии Маркушевской 300 тысяч рублей. Ее сын во время прогулки в детском саду получил травму позвоночника. Ну что ж, апелляционная жалоба – законное право сторон процесса. Однако буквально месяц назад глава Департамента Спехова лично рассказала нашим корреспондентам о том, что не будет обжаловать вердикт о несостыковках в чиновничьих обещаниях. Наш материал. Апелляционную жалобу мама пострадавшего мальчика Мария Маркушевская и ее представитель в суде Серегжан Куандыков получили по почте. Представитель Департамента администрации Омска в письме изложил следующее. С решением Центрального районного суда не согласны. Обстоятельства выяснены неполно, а выводы, изложенные в самом решении, и вовсе не соответствуют делу. Совершенно противоположные вещи говорила глава Департамента образования Спехова и еще месяц назад. Мы не планируем обжаловать решение суда. Дело все в том, что на самом деле ребенок получил травму в дошкольном образовательном учреждении. Это произошло года три, наверное, назад. Это было, мне кажется, в 2012 году, когда ребенок получил травму. Но если сейчас у ребенка произошло ухудшение здоровья, то, значит, отвечать будут те, кто виновен в этом происшествии. Цена вопроса – 300 тысяч рублей. Именно столько должен Департамент Марии Маркушевской. Ее сын Иван из-за невнимательности воспитателя, не соответствующего ГОСТу спортивного снаряда, получил искривление позвоночника первой степени и остеохондроз грудного и поясничного отделов. Мальчик упал с лестницы во время прогулки в детском саду номер 282. Представитель Маркушевской в суде юрист Серегжан Куандыков говорит, что апелляционная жалоба – всего лишь затягивание времени. В период рассмотрения иска в Центральном районном суде представители Департамента образования не выявили нарушений и даже признали вину. Тогда они посчитали, что на лечение ребенку хватит суммы в 10 раз меньше и попросили уменьшить иск до 30 тысяч. Однако суд решил иначе. Я полагаю, что оснований для удовлетворения этой жалобы не имеется, поскольку суд первой инстанции подробно исследовал все вопросы. Имелась возможность для подачи ходатации на значение экспертизы. Этим правом своя сторона ответчика не воспользовалась. Поэтому полагаю, что в принципе оснований нет. Вопрос, который они задевают в своей жалобе о том, что не исследовался момент, с какой высоты упал. Я считаю, что это вопрос второстепенный. Сам факт получения травмы никем не оспаривается. Налицо я вижу, что здесь злоупотребление своим правом. Представители мэрии просят отменить решение полностью и вернуть дело в суд первой инстанции. Почему же директор Департамента образования Спехова изменила свое решение, неизвестно. Сложившуюся ситуацию в Департаменте образования Омска комментировать отказались. Апелляционную жалобу рассмотрит Омский областной суд. Мы будем следить за развитием этой истории.